С помощью тильды вы сможете создать полноценный интернет-магазин. На примере нашего лендинга мы можем реализовать продажу сертификатов. Для того, чтобы сделать витрину с товарами, а в нашем случае с сертификатами, добавим блок с карточками товаров, который находится в категории магазин библиотеки блоков. После того, как мы его добавили, можем его наполнить. Для этого нам нужно перейти в контент-блока, где мы можем загрузить изображение товара. Нам потребуется загрузить фотографии. Мы можем удалить шаблонное фото и загрузить свои изображения. Написать заголовок и описание товара, а также текст. Описание отображается в самой карточке товара под названием, а текст отображается в открытой карточке товара. Также пропишем стоимость и можем указать старую цену. Она будет отображаться рядом с основной ценой и будет перечеркнута. В нашем случае она нам не нужна. Здесь есть дополнительные параметры, которые позволят нам добавить кнопку. Для этого достаточно прописать название кнопки и она появится в списке товаров. А также для этой кнопки можно выбрать действие. Это либо ссылка на страницу, подробная информация о товаре, в таком случае по клейке на кнопку будет открываться карточка товара, либо добавление в корзину. Далее мы можем добавить отметку на карточке, например сейл, новинка или скидка в минус 30%. В нашем случае нам это не нужно, поэтому оставим это поле пустым. Далее мы можем добавить подзаголовок или артикул, а также добавлять дополнительные параметры. Например, мы можем перечислять варианты товаров, если предполагается, что они должны быть в разных цветах. Мы можем задать параметр цвет и перечислить цвета, отделяя их переносом строки. В нашем случае это не актуально. А далее аналогичным образом мы можем добавить несколько параметров. А теперь добавим остальные товары. Если нам не хватило стандартных карточек, мы можем добавить необходимое для нас количество, нажав на кнопку «Добавить элемент». После того, как мы наполним карточки, нам необходимо нажать на кнопку «Сохранить и закрыть», и мы увидим, что товары появились на нашей странице. Помимо этого способа, мы можем воспользоваться функцией «Товары», которая позволит более удобно управлять большими объемами товаров, задавать их остатки и при необходимости связывать их с 1С и сервисом «Мой склад». Для этого нужно открыть контент блока, пролистнуть его в самый низ и кликнуть на ссылку «Каталог товаров». Здесь нам будет предложено начать работу с каталогом. По клику на эту кнопку открывается каталог с созданным тестовым разделом и товарами. Нажмем на кнопку «Добавить». Здесь мы можем добавить новый товар. Нажимаем на кнопку «Добавить», после чего мы можем наполнить ее содержимым. Добавить описание, текст, который будет отображаться в подробной информации о товаре, назначить основную и старую цену, изображение, артикул, указать количество, варианты товара и дополнительные опции. После того, как вы заполните эту карточку товара, не забывайте нажать «Сохранить и закрыть». Помимо такого способа, если вы уже наполнили товары через контент блока, вы можете перенести их в каталог. Для этого открываем контент блока, пролистываем в конец списка и кликаем на «Скопировать товары в каталог». Все товары из блока будут автоматически скопированы в каталог. В этом списке мы можем менять порядок товаров путем простого перетаскивания, а также можем их дублировать, на время отключать или удалять их по необходимости. Давайте удалим тестовые товары. Теперь нам необходимо связать наш блок с товарами. Для этого в самом низу контента этого блока мы можем выбрать «Вывод товаров из каталога». Здесь мы можем выбрать весь каталог или какой-то конкретный раздел, если таковы имеются. После чего сохраняем все изменения и у нас подгрузятся товары из нашего каталога. Подробнее ознакомиться с каталогом товаров вы можете в справочном центре тильды. Если мы не хотим выводить на странице витрину с несколькими товарами, можно использовать следующую схему. Прописать ссылку для добавления товаров в корзину из любого блока. В нашем случае это ZeroBlock. Откроем режим редактирования, кликнем на кнопку и в поле «Ссылка» прописываем следующее значение. Решетка, ордер, двоеточие, название подарочный сертификат, равно и стоимость этого сертификата. И теперь на опубликованной странице при клике на этот элемент товар, а в нашем случае подарочный сертификат с ценой 5000 будет добавлен в корзину. Следующим шагом, чтобы осуществлять продажу товаров, нам необходимо добавить корзину. Корзина находится в том же разделе магазин. Добавляем блок с корзиной. После того, как мы его добавили, нам необходимо его наполнить, а именно задать необходимые поля для ввода, такие как имя, email, телефон или добавить свои, например, адрес доставки. Для этого перейдем в контент блока корзины. Далее откроем вкладку «Поля для ввода». Все поля в корзине настраиваются аналогично полям в любой другой форме. Здесь мы также можем задавать параметры доставки и при необходимости добавлять к общей стоимости заказа сумму доставки. Подробнее об этом в справочном центре. После внесения всех изменений не забываем нажать на кнопку «Сохранить и закрыть». Далее переходим в настройки. В настройках корзины мы можем задать внешний вид виджета с корзиной. Здесь мы можем поменять цвет иконки, цвет кружка по числам, настройки текста, лейбла и настроить цвет для кнопки в соответствии с дизайном вашего сайта. В дополнительных настройках находятся такие параметры, как минимальная сумма заказа, тут можно указать минимальное количество товаров или количество дней хранения товаров в корзине. После внесения изменений в настройки также не забываем их сохранить. Здесь же, кликнув на виджет, вы сможете посмотреть, как будет выглядеть корзина. После того, как мы добавили блок с товарами, добавили товары и блок с корзиной, мы можем подключить платежные системы. Для этого нам нужно перейти в настройки сайта – платежные системы. Помимо платежных систем, здесь мы можем задать знак валюты в корзине и в карточках товаров, а также его расположение и параметр разделителя. Мы можем выбрать любой из доступных сервисов, а в случае, если сервиса нет в списке, мы можем воспользоваться подключением универсальной платежной системы. Платежную систему вы можете выбрать под себя, исходя из ваших потребностей и удобств. После этого вам необходимо кликнуть на выбранную систему, откроются параметры подключения платежной системы. Здесь вводим логин и пароль, а также делаем все необходимые настройки в соответствии с вашей платежной системой. И не забываем в самом низу всех настроек нажать на кнопку «Добавить». В справочном центре Тильты есть подробные инструкции по подключению всех платежных систем. Переопубликуем все страницы и после этого посетители смогут добавлять товары в корзину и оплачивать их с помощью подключенной платежной системы. В случае с физическими товарами в Тильде есть возможность подключить сервисы для доставки товаров. Для этого перейдем в настройки сайта, платежные системы. Если пролистнуть в самый низ, то мы можем увидеть сервисы доставки. Нужно выбрать, который подойдет именно нам, кликаем на него и вводим идентификатор и секретный ключ, которые можно взять в сервисе доставки. После чего необходимо сохранить изменения и переопубликовать страницы. В случае с цифровыми товарами есть разные варианты. У нас есть электронный подарочный сертификат, поэтому мы можем настроить интеграцию с каким-либо сервисом рассылок и автоматически отправлять письмо с сертификатом на почту. Подробнее об этом в справочном центре. Мы рассмотрели лишь базовые возможности для продажи товаров. Более детальную и подробную инструкцию вы найдете в справочном центре Тильды. Субтитры сделал DimaTorzok